привет друзья надеюсь вы все здоровы с пользой провели карантин в своих уютных квартирах где всегда есть чем заняться сегодняшний выпуск для людей отчаянных кому недостаточно тревожных новостей в телевизоре наша тема фильмы о массовых эпидемиях именно их смотрел я на карантине и скажу вам что это крайне полезный прямо-таки оздоровительный опыт и своеобразная профилактика чистая психотерапия в условиях вынужденной самоизоляции я выбрал 8 фильмов объединенных актуальной темой приготовьте свои маски эпидемия одна из важных тем фильмах ужасов вспомним бесчисленные картины о зомби но живые мертвецы это отдельная большая тема а мы сосредоточимся на фильмах ужасов близких к реализму за целый жанр отвечает лихорадка по-настоящему страшная история о группе подростков которые заразились в лесу странной стремительно развивающейся кожной болезнью людям со слабыми нервами слабыми желудками строго не рекомендуется спецэффекты могут шокировать лихорадка полнометражный дебют талантливого режиссера элая рота снявшего позже сверх жестокую делугию хостел рот еще и актер он например сыграл в бесславных ублюдках своего товарища квентина тарантино лихорадка не попала бы в наш список только из-за тошнотворного грима фильм отличает от поточного трэша и авторский взгляд рота и напряжение и прекрасная музыка композитора бадалам энте проскальзывающее чувство юмора и социальный посыл лихорадила незадачливых героев в двух сиквелах и в очень плохом ремейке после такого кино надо 30 секунд мыть руки плохо мне нужна помощь я кого-нибудь позову а вы а вы подождите я съезжаю на машине помоги мне плохо сейчас вернусь сейчас принесу стой там не приближайся ко мне это твой не приближайся это твой дом не двигайся эпидемия одержимости малоизвестный датский фильм который я очень рекомендую любителям качественных триллеров своей нише я не побоюсь сказать этого слова фильм шедевральный здесь великолепно все и динамика и актерская игра и операторская работа а самое главное здесь первоклассный сценарий который удивит вас не раз и не два сюжет развивается вокруг неизвестного человека который вдруг умирает прямо в аэропорту копенгагена от вирусом схожего с эболой доктор вирусолог отправляется в румынию чтобы найти источник инфекции какой-то момент в структуру медицинского триллера вплетается религиозная тема и краски сгущаются еще сильнее атмосфера сшибает с ног эпидемия одержимости пример кино жемчужины несправедливо обделенный вниманием опасность не в том что вирус попавший от животного к человеку где-то 30 лет назад повлек бы смерть одного человека и может быть вслед за ним целой деревне нет посмотрите сюда 60 70 70 80 и сегодня опасность в том что вирус заразит всю эту сеть это международная сеть воздушного транспорта свирепый вирус который может попасть из пекина в сидней в париж сердце любой страны всего лишь за 24 часа смертельный вирус важный двигатель сюжета в еще одной датской картине эпидемия третий полный метр ларса фон триера рассказывает о парочке сценаристов которые работают над фильмом о чуме в то время как в реальности вспыхивает настоящая пандемия эпидемия получила неоднозначные отзывы на родине его назвали худшим датским фильмом совершенно непонятным и лишенным всякого смысла я же осмелюсь все-таки порекомендовать его ценителям авторского кино и поклонникам триера в частности но только вот вам ребята широкому зрителю фильм будет совершенно нуден и непонятен достаточно интересный зрительский опыт хотя и крайне специфический а вот другая эпидемия американская это вполне традиционный фильм зрелищный и захватывающий речь об экранизации романа ричарда престона горячая кровь вирус названный матаба ничто иное как эбола и борются с ним дастин хоффман морган фримен кевин спейси дональд сазерленд их юба гудинг-младший имена актеров уже надеюсь весомый повод посмотреть этот довольно увлекательный боевичок вытащите меня из этой дыры для этого мы приехали мы отправим тебя домой но сначала сделаем небольшой анализ крови идет передайте мэрия люблю и скоро ты и сам об этом скажет следующем фильме массовую эпидемию удалось предотвратить инферно это экранизация одноименного бестселлером дэна брауна книга стала четвертой по счету историей о приключениях профессора роберта лэнгдона знатока символов рон ховард экранизировал два первых романа скандальный кот да винчи и ангелы и демоны и работал он также в качестве продюсера над адаптацией третьей книги которая называется утраченный символ студия внезапно заморозила проект посчитав что его сюжет слишком схож с сюжетом вышедшего 2004 году фильма сокровище нации таким образом третий роман брауна отложили на неопределенный срок и сразу перескочили на четвертый ховард снова очутился в режиссерском кресле а лэнгдона снова сыграл том хэнкс кстати всеми любимый актер с доблестью поборол коронавирус чем его искренне запоздало поздравляем лэнгдон в очередной раз путешествует по миру и по главным архитектурным достопримечательностям мировых столиц его благородная цель остановить безумного миллиардера который намерился распространить смертоносный вирус инферно придется по душе всем кому понравились предыдущие части и не переубедить тех кто на дух не переносит прозаика дэна брауна маска красной смерти рассказ эдгара алана по написанный в 1842 году на первый взгляд довольно традиционное произведение но если присмотреться за стандартными готическими локациями спрятана аллегория на неизбежность закономерного финала человеческой жизни красная смерть болезнь вымышленная ее симптомы больше всего напоминают чахотку так в 19 веке называли туберкулез туберкулез унес жизнь вирджинии жены по маска повлияла на всю символистскую литературу была экранизирована 8 раз моя любимая постановка самая первая красивый костюмированный фильм роджера кормана с винсентом прайсом в роли просперу заражение фильм катастрофа стивена содеберга о биологической опасности снят 2011 году но сегодня смотрится особенно актуально многие написали в интернете о пугающем пророчестве заражения отдельные сцены смотрятся как художественное воспроизведение весенник событий 2020 из-за чего в этом году популярность фильма возросла в разы я сам его пересмотрел и признаюсь ерзал в кресле от первых до последних кадров настолько точным оказалось видение с оденбергом пандемии критики в момент выхода фильма были довольно сдержаны а вот ученые в первую очередь вирусологи хвалили фильм за достоверность консультант сценария профессор эпидемиологии доктор ен липкин говорил что прообразом вымышленной болезни был выявленный в малайзии в 90-х вирус непах в заражении снялась целая плеяда оскароносных и просто отличных актеров это кейт уинслетт марион кати ярд лоуренс фишборн гуэнет пэлтроу мэтт дэймон джуд лоу последние трое кстати уже снимались вместе в талантливом мистере рипли последняя любовь на земле самый необычный фильм из списка мелодрама которая растопит самое черствое сердце копродукция великобритании дании и ирландии швеции картина повествует о массовом бедствии у людей во всем мире исчезают чувства вкус обоняние слух и так далее по очереди на фоне катастрофы развиваются отношения героев блистательно сыгранных евой грин и юэном макгрегором последняя любовь на земле романтичный трогательный фильм для всех кто хоть раз был влюблен фильм о чувствеем которое не уходит которое не убьют никакие вирусы люди готовятся к худшему но надеются на лучшее они засредотачивают свое внимание на тех вещах которые по-настоящему важны на всем что за пределами жира и муки хронометраж не позволил мне рассказать о многих отличных фильмах от седьмой печати ингмара бергмана до 12 обезьян тари гильяма смотрите кино дома смотрите его с любимыми людьми и пусть все у вас будет хорошо до новых экранизаций